Здесь, в селе Марфино, в административном центре территориального управления Федоскино, кажется, и нет никаких особых проблем потребительского рынка. Но есть и отдаленные населенные пункты, и их более 40. У нас есть несколько блоков вопросов. И конкретно сегодня решили провести встречу тематическую по вопросам потребительского рынка. То есть есть, особенно на дальних территориях, есть запрос, где-то не хватает магазин, но магазин, наверное, коммерчески невыгодно поставить, а может быть, какую-то передвижную торговлю, выездную торговлю организовать. Помимо продовольствия, возможно, нуждаются в каких-то услугах, парикмахерские услуги, бытовые услуги. Сельские старосты в своих поселениях знают все. И не только знают, но и вносят предложения, добиваются их реализации. Чего бы то ни касалось – вода и электроснабжения, земельно-имущественных отношений. И, конечно, вопросов по обеспечению товарами первой необходимости предостаточно. Специалистам Управления потребительского рынка и услуг предстоит систематизировать и воплотить целый ряд предложений. В деревне нет магазина. В свое время ездила автолавка. Потом появился маленький павильончик. Автолавка перестала ездить, а павильончик разорился. Вот сейчас мне просьба восстановить работу автолавки. Это во многом зависит от коммерческих интересов владельцев торговых точек. В маленьких деревнях невыгодно торговать. Но и крупные населенные пункты остаются без торгового обслуживания. В каждом конкретном случае предстоит найти свое решение. Здесь же и еще одна проблема, более характерная для городов. У нас проблема в том, что не ухаживают за ближайшими территориями сами же собственники или арендаторы данных вот этих объектов коммерческих. То есть это благоустройство? Это благоустройство, да. Рассмотрен целый клубок вопросов и ответов. Все взаимосвязано. А найти решение предстоит в тесном сотрудничестве старост со специалистами администрации. Сергей Берзин, Вадим Воробьев, Первый, Мытищинский. Вадим Воробьев, Первый, Мытищинский.